Я вообще, в принципе, сова по натуре и люблю поздно просыпаться. И вообще свой рабочий график строю от того, что он начинается ближе к вечеру. Перевожу несколько раз будильник. Мне кажется, что так я выгляжу менее отекшей и даю себе минуточек 10, чтобы поваляться. Я стараюсь раскидывать день таким образом. Два каких-то больших дела в течение дня. Одна встреча и один какой-нибудь съемочный процесс. Просыпаюсь, завтракаю, смотрю обязательно что-то в Ютубе. Потом, скорее всего, я еду на съемки. Вечером, как правило, у меня монтаж моих роликов, редактура, прописывание правок и прочие-прочие занудые вещи. Ухоженный мужчина сейчас однозначно смотрится лучше. Вопрос, наверное, в балансе. То есть есть ситуация, когда может быть перебор, но когда ты совсем не следишь за собой, тоже не вариант. У меня нет вообще никаких премудростей. У меня нет вот этих, не знаю, там или дом по лицу провести, или патч. У меня вообще ничего такого дома нет. Я просто умываюсь, чищу зубы и мажусь каким-то увлажняющим кремом. Даже не знаю каким, просто попадается в воздух. Все, вся моя битя-рутина. Гаджеты, которые касаются красоты, это действительно тоже сегодня уже норма. Какие-то, не знаю, массажеры для лица. Но меня хватает на два раза, и я на это забиваю. В отличие как раз-таки от зубной щетки, которую ты пользуешься каждый день. С умной щеткой, которая тебе подсказывает, что нужно чистить конкретное время, с каким нажатием. В приложении тебе показывает результат. Это реально работает. Плюс у нее смайлик на дисплее, и она поднимает мне настроение. Мы только дружки улыбаемся. Это один из тех гаджетов, которые точно нужно включить в так называемый виш-лист. Потому что мы привыкли к тому, что мы пользуемся самыми современными смартфонами, ноутбуками. А про такие очень важные девайсы люди забывают. У каждого своя насадка. Которая круглая и прямо обволакивает твой зуб. А мне это очень тоже важно. Я считаю, что это тот случай, когда стоит потратиться. Проще правильно чистить зуб сейчас, чем потом идти к стоматологу и тратить кучу ресурсов.